Родовая закономерность это всего лишь похожесть. Вот часто люди, вот вчера мне задавал вопрос девушка, она говорит, вот у нас в роду вот так-то произошло, один человек проклял Бога, и в результате у нас сейчас нет денег во всем роду. Я объяснил, что его поступок не является причиной того, что нет денег, а его поступок ознаменовал плохой период жизни, рода. Ну то есть другими словами, что это значит? Это значит, что в роду пошел плохой период, и начало плохого периода было вот в этом поступке. Но люди начинают так все перепутали и решили, что он вот проклял Бога, и теперь Бог такой он злой, как бы он тоже на него разозлился, и как бы все теперь не будет давать денег. Понимаете, во-первых, Бог как бы не принимает наши проклятия, Он понимает, что мы глупые, и Он просто, Ему смешно это все слушать. Понимаете? Может наказать, конечно, но Он будет наказать его конкретно, а не целый род. При чем тут род? Род-то в чем виноват? Понимаете? То есть я говорю сейчас о чем? О том, что люди часто путают одно с другим в родовых отношениях. И этому помогают всякие, как бы, книжки по закону кармы. Понимаете, если ты пишешь книжку по закону кармы, ты должен этот закон изучить. Слово кармы – это ведическое слово. Если ты хочешь книжку писать по закону кармы, то ты изучи сначала эти законы, потому что законы-то существуют. И первое правило – человек всегда несет страдания только свои собственные, а не своего рода. Потому что в роду страдания просто похожи. Страдания матери похожи на страдания дочери. Но дочь всегда несет только свою судьбу в себе, а не судьбу матери. Мать может помочь ей, это называется милость. Вот если она живет правильно, молится, она проявляет милость, и дочь через милость получит меньше страданий. Но если она, допустим, не может проявить милость, и с дочерью ведет себя как может, то дочь получает столько, сколько ей положено, а не больше. Как умерла? Вы же не умерла. Нет, умерла сама. А, мать умерла? А я думал, девочка умерла. Ну как же, думаю, девочка умерла, если девочка жива? Я тоже росла, с этой темы получалось. Я родила девочку, но никогда об этом не задумывался. Когда мы чужие со стороны об этом не задумывались. Ой, какой хороший человек. Добрый человек помог вам. Столько добрых людей на земле. Как это есть эти детские анекдоты, да, эти добренький дядя, стал, как мальчик с бензином в бочку попал, стал задыхаться, высунул ночь, нос добренький дядя, спичку поднес. Вот смотрите, во-первых, первое, что вы должны знать, что судьба, это не то, что человек обречен. Это просто объем работы. И вот, допустим, объем работы в вашей семье выражается вот так. Теперь вы, допустим, начинаете молиться, и все, в молитве побеждаете просто судьбу эту все. А вот этот человек, который вам что-то сказал, это злой гений, потому что он вас настроил на разрушение. А я вас настраиваю на жизнь сейчас. И ваша жизнь, несомненно, продлится. В вашей жизни через полтора года будет неблагоприятный период, который будет, как бы, выражаться в том, что у вас будет сильно страдать мозговое кровообращение. Если сейчас, до этого периода, вы начнете учиться неподвижно стоять или делать статические упражнения, и начнете бегать, а также проводить время с водой, то даже без нашего лечения вам будет очень хорошо. Но если у вас начнутся такие вещи, что вы будете чувствовать, что сильное головокружение, какие-то приступы начинаются, есть такое у вас? Да. Тогда вы можете обратиться в наш центр, я вам поставлю в ушки всего несколько семян. Вот. Если даже у вас нет денег, вы подойдите после лекции, я вам просто так назначу сейчас. Но это не самый лучший вариант. Лучше наблюдать за человеком. Но даже если это сделаю, то все равно это будет достаточно, чтобы вы никогда не ушли из жизни, пока вы это носите. Лететь надо, это все дистанционно делается. Да, мы все поставим, все заработает. У вас там просто нарушение мозгового кровообращения. И лечить это очень легко. Несколько семян в ушки, и все заработало, в голове кровообращение наладилось. Мне это не сложно сделать. А вы сами просто бегаете, и ваши, ну так я понимаю, родственницы все уходили из жизни именно из-за того, что происходят там инсульты, там вот такие вот вещи, что-то с головой. Но у вас этого никогда не будет. Я знаю, что делать, и я вам сказал, что же, что делать. Это называется милость. Вы начали работать над собой, начали молиться, Бог всегда вам поможет в этом случае. И вы разорвете этот порочный круг.